Раз в две недели в пресс-центре ГТРК Карачева-Черкесия проходит прямой эфир, участники которого отвечают на актуальные вопросы жителей республики. На этот раз гостями студии стали министр строительства и ЖКХ Ринат Семёнов и руководитель Минприроды Диана Качкарова. О чём шла беседа с ведущей горячей линией Мадиной Лайпановой в сюжете Артура Мкцы. Создание лучших условий для проживания и экологическая привлекательность региона, где нет места стихийным свалкам. В течение часа руководители двух ведомств отвечали в пресс-центре нашей телекомпании на актуальные вопросы, которые интересуют население Карачаева-Черкесии. Большая их часть были адресованы министру строительства и ЖКХ Ринату Семёнову, но и руководителю Минприроды Диане Качкаровой нашлось немало тем для обсуждения. Так, некоторых жителей разных населённых пунктов интересовал принцип формирования платёжных документов, по которым необходимо рассчитываться за коммунальные услуги. Зачастую внесённые сведения сильно разнятся, что существенно бьёт по карману плательщиков. К сожалению, это личные данные граждан, и при сборе информации, базы данных, у оператора не получается определить точное количество проживающих, они собираются в разных источников. Поэтому, если такой случай действительно есть, и рекоператор отказывается помочь, они показывают документы и не принимаются, то через Минстрой прям обращаются к нам заявление, могут на электронную почту, если не получается доехать. Тут надо пойти друг другу на встречу. То есть мы объективно объясняем, что да, чтобы защитить сегодня личные данные, мы не можем предоставлять государство каждому оператору, они потому что являются просто общественной ограниченной ответственностью. Мало ли там куда-то любая. Поэтому, если есть возможность, мы максимально открыты и готовы этот вопрос решить. И всё же наиболее популярным от телезрителей был вопрос о необходимости ликвидации стихийных свалок и оперативной уборки контейнеров от бытовых отходов. Как отметил руководитель Минстроя, ни одно обращение не останется без внимания. По каждому будет спрос обслуживающих организаций. Причём данную проблему можно считать актуальной для обоих ведомств. Тяна Солыховна, вопрос к вам. Я живу в многоквартирном доме вдоль трассы. Очень много всякого мусора кругом. Ну, это, в принципе, часто бывает такое. Расскажите, работает ли такой контроль, который следит за экологическим состоянием в республике? Это поступил вопрос Сусь-Джигутинского района. По территории Карачаево-Черкесской республики Министерство природных ресурсов регулярно осуществляет контроль. Это рейдовые мероприятия. Они направлены на то, чтобы выявлять несанкционированные свалки и неправильное обращение с мусорными отходами. Вопросов к гостям было очень много, что, впрочем, неудивительно. По статистике, в регионе больше всего обращений именно к ведомствам, которые курируют строительство и экологию. Всё, что не было озвучено в студии, всё равно поступит в работу представителям министерств. Полную версию эфира можно будет посмотреть на нашем сайте и страницах в социальных сетях. Артур Махцелик, Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.